Привет, друзья, с вами Вайми, я продолжаю проходить Dark Souls билда Мортвориаса, и я хотел пойти убить горгулей. Собственно, я не просто хотел, это мне необходимо для того, чтобы проходить игру дальше, и кроме этого я хотел пойти и пройти глубины. Ну, или начать их проходить хотя бы. Ммм, 666 урона. Норм. Чёрт. Ну, так тоже прокатит. В принципе, мне сейчас щит абсолютно не нужен. Он меня только замедляет. Потому что с ним у меня всего лишь мидроу. Но при этом блокировать мне особо ничего не надо. Ау. Стоит также разобраться с титанитовым демоном вот здесь, но я думаю, сначала я зайду к Андре и отдохну у костра. Просто чтобы, если что, не бежать сюда прямо так далеко, потому что здесь костёр заметно ближе. У Андре мне ничего не нужно покупать. Мне вообще, наверное, с ним даже говорить особо не придётся в этом прохождении. Потому что ключ мне не понадобится, поскольку я уже туда прошёл и убил Сифа. Апгрейдить оружие мне не понадобится, потому что у меня уже всё проапгрейдено. Хотя, нет, стоит у него купить наборы для ремонта и апгрейда. Стоит этого демона стоит убить, потому что у меня не проапгрейден один из мещей. Ау. И проапгрейдить его стоит. Ау. Ага, я его могу застаггерить с нескольких ударов. Чёрт. А он меня может убить с одного удара. Я надеялся, что он не успеет подпрыгнуть, и я его застаггерю именно этим ударом. Ну да ладно. Я могу, конечно, взять щит, но он здесь не сильно поможет. Потому что основное, чем он меня может дамажить, это прыжок, а от него щит, насколько я понимаю, не поможет абсолютно. Упс, рано перекатился. Этого вот конкретно титанитового демона можно слегка затроллить, если сюда отойти. Он, в общем, не может бить ниже своего уровня. То есть здесь можно так встать, чтобы он, по-моему, не попадал, а вы по нему вполне. Но зачем это делать, если он и так довольно простой? Если вовремя от него выворачиваться. Упс. Проблема в том, что он стаггерит. Даже сквозь мои, там, сколько-то поезда. Около 50 вроде. Также он почему-то дамажит еще и хвостом. Самое безопасное место, это у него около основания хвоста. Но проблема в том, что он в этом случае очень любит упрыгивать куда-нибудь. Хотя он любит упрыгивать и просто так. Ну, по сути, он мертв. Да. И демонический титанит. И стоит все-таки действительно купить у Андре наборы для ремонта и для улучшения оружия. Броню улучшать мне вроде бы не надо, потому что она у меня вся, плюс 5. Да. Продай мне вот это и вот это. И больше ничего у меня, тебе не надо. Стоит стать человеком. Можно слегка троллить всяких инвейдеров низкоуровневых, потому что вверх инвейдиться можно на любое количество уровней. То есть ко мне сейчас без проблем могут приходить всякие там парни 10 уровня, которые пытаются убивать тех, кто впервые проходит бург. Ну, не в смысле вообще впервые, а в смысле на НГ. А не на НГ+. Так, с этим никаких проблем вообще не должно быть. В принципе, против простых врагов можно использовать эти силовые атаки, хоть они и слишком медленные. Да и даже местами против боссов. В ПВП вот они абсолютно бесполезны. Опс. Ну, давай, лечись уже. Он отходит, чтобы лечиться? Да. Это ему не поможет. Душаохранительницы мне пригодится. Правильно? Или у меня уже есть одна? Нет, не было. Окей. Теперь я смогу проапгрейдить себе Эстус до максимального уровня, правда, для этого нужно найти какую-нибудь хранительницу. Соответственно, поскольку Анастасия уже скорее всего мертва, то до анграунда придется ждать. Мне не нужно ничего подбирать. У меня есть все, что мне может пригодиться когда-нибудь. Так, вот здесь я, пожалуй, возьму щит из себя обратно. Эти парни опасны, особенно на НГ+. Чаннеллер, кстати, тоже очень неплохо дамажит своим трезубцем. По крайней мере, на НГ. О, какую я толпу сразу убил. и недолет немножко. Что сейчас норм? В принципе, ну, пусть будет пока что щит. Норм. Я постоянно прокликиваю слоат предмета, потому что так можно проверить инвейдить кто-нибудь или нет, потому что если ко мне кто-то начнет инвейдиться, кость будет серой и я не смогу ее использовать. Как вот сейчас, но это потому что у меня меню открыто. Да, здесь нет этого трека. Так что, да, придется ждать Анароланда, чтобы проиграть эстусы. Ну, в принципе, мне не срочно. Человечность всегда пригодится. Против горгули, опять же, щит мне не очень нужен. Хотя, три эстусы это не очень хорошо. А человечность я тратить не хочу как лечение, потому что она мне может пригодиться как человечность. ну да ладно. К сожалению, никто не заинвейдился. Ну, может быть, к счастью. Я могу призвать Солейра, хотя я с ним ни разу не говорил, но я не буду этого делать, потому что горгули и так довольно легкие. Зачем я иду по середине, когда по правому краю идти удобнее? КОНЕЦ Горгули в принципе довольно интересный босс, хотя сейчас у меня все еще очень много урона. То есть на более поздних НГ плюс они заметно веселей, потому что по сути они довольно сложные, но на НГ проблем с ними особых нет, потому что у вас слишком точнее, не у вас слишком мощное оружие, у них слишком мало жизни, то есть они убиваются очень быстро. Ау. И там на каком-нибудь НГ плюс 3 или там НГ плюс 4 уже гораздо веселее все. Потому что сейчас все еще довольно уныло все, потому что я могу их убить там, я не знаю, с 5-6 ударов каждую. А так у них довольно сложный мупсет для того, чтобы их убивать, потому что они любят дышать огнем и все тому подобное. То есть вот это вот дыхание огнем это такой зонинг, они вам не дают подойти в какую-то часть арены и в это время вторая вполне может стоять в этом огне и убивать вас. что делает этот бой очень даже сложным. Если вы не можете убить их с 5 ударов, как я сейчас. Гаргулья, мне кажется, наверное, одним из самых интересных боссов, наверное, самым интересным боссом до Анаролонда. Хотя они слишком легкие, потому что у них слишком мало жизни. Анаролонда. 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 Так, ну и я не буду отсюда телепортироваться, потому что я, по-моему, хотел поговорить с Озвальдом и взять в него жест выучить. Да. Да, ура. Теперь у меня есть этот жест и можно его убить, но я этого делать не буду. Я, кстати, не помню, что он дропает, потому что я точно знаю, что он что-то дропает, но я его слишком редко убиваю, чтобы знать, что именно. Черт, у меня нет двойных человечностей почти. Печально. 74 тысячи душ это еще почти на один уровень должно хватить. Точнее, даже не почти, а, по-моему, должно хватить. Но мне в принципе стоило бы, конечно, но мне немножко лень возвращаться к хостру. Так что я пойду сразу в направлении в направлении бурга и спуска в глубины. Ну, точнее, в нижний бург сначала, потом уже в глубины. Да, вот этот тут ключ мне понадобится для этого. Какой из них? По-моему, вот этот активирует ворота. Черт, я зря это сделал. Нет, кабан, не делай этого, не убивай меня. Я предупреждал тебя, кабан. Я тебя предупреждал. Если бы ты стоял и ничего не делал, то остался бы живым. Ну да ладно. Я ненавижу этих арбалетчиков. С ними всегда намного больше проблем, чем с кабаном. со всей этой толпой воинов и вообще всем тому подобным. Здесь закрыто, потому что я не открыл проход так, что мне придется прыгать к крысам. И это мне не очень нравится. Есть ли у меня... Да, у меня есть мох. Я не знаю, откуда мне... Откуда у меня... А! Не убивайте меня, крысы. Нет. Я не знаю, откуда у меня зеленая трава и зачем она мне, но она может пригодиться. Окей. Это было довольно опасно, но... все обошлось. Нет ли у меня, кстати, бутылки, которая не эстуса, которая... Как она там называется? Дивайн Блэссин. Нет. Так что вылечиться мне нечем. Я не хочу тратить человечность, я уже говорил. Ну, придется просто подкрасться к нему сзади и убить его. Забэкставить, конечно, было бы более хорошим вариантом, но он согрелся и развернулся. Я надеюсь, он не побежит сюда за мной. Ну, или хотя бы не догонит. Нет. Вот. Ура. Костер. Можно повысить уровень. Еще единичка жизни, наверное, хватит прокачивать жизнь и пора начинать прокачивать урон. Хотя, может быть, и нет. Даже не знаю. Возможно, все-таки стоит до 40 поднять жизнь хотя бы. Не то, чтобы 40 это был какой-то там кап или что-то типа того. То есть жизнь повышается, продолжает повышаться и дальше. 40, по-моему, там до 50 с чем-то. Потом уже очень понемногу прибавляет. Ну, просто 40 это какой-то стандарт такой. Здесь нет Хилкайта Дрейка. Потому что я его там не сагрил в Нижнем Бурге. То есть, если... Я, по-моему, это уже говорил. Ну, в общем, если не получить вот эту вот сценку в самом начале Бурга, когда он прилетает и приземляется перед вами, то он не появится на мосту. Вот там вот он прилетает, где знак стоит. Отсюда оно все очень с низкой детализацией рендерится. Ну, да ладно. Так что, если ни разу за прохождение не ходить через этот вот мостик, где он прилетает, то можно спокойно здесь ходить по мосту, где он должен быть. И его там не будет. Что очень удобно. Хотя не очень удобно никогда не ходить по тому мелкому мостику. Ну, опять же, если вы хотите Дрейкс Ворд по какой-то причине, то получить его не удастся. Пока, парни, я сваливаю и мне нужен щит. Определенно нужен. Так же мне нужно будет, наверное, выкинуть этот топор, но пока что пофиг. Пока что пофиг. Скорее всего, мне здесь будут мешать вот эти вот боковые перила. Хотя, конечно, я могу просто не отступать настолько далеко назад. Да. Так все довольно просто. я изменю своим традициям и пойду заберу здесь человечность. Потому что я никогда за ней сюда не хожу, но сейчас мне человечность может пригодиться. Никогда я сюда не хожу, потому что здесь вот эти вот парни с факелами и они очень опасны. ну да, половину жизни мне сняли. Зато двойная человечность. Ключа у меня нет, так что открыть я опять забыл, как его зовут. Грикса. Открыть Грикса я не смогу. Эти парни убиваются сквозь стены. Третий парень тоже убивается сквозь дверь, по-моему. Только для этого нужно... Хм, я не помню. Можно спрыгнуть сверху, конечно, тем шорткатом, но по-моему можно просто быть фантомом и подойти сюда, и на фантомов они не открывают двери, по-моему. Но могу ошибаться, черт. Это все вот этот листва и прочие загораживающие камеры вещи. Они мешают, очень мешают. Почему он не пытается подлечиться? У них же был эскус. Ну ладно, не важно. Не пытается и хорошо. Здесь традиционно один из них сейчас улетит куда-то вверх за карту. Да, вот он выходит и взлетает. Это баг от включения 60FS. Это, конечно, облегчает игру, но по-моему это настолько незначительно, что можно не обращать на это внимания. Насколько я помню, он после этого куда-то там улетит и умрет через какое-то время. То есть за карту и мне придут души или типа того. хотя сейчас он по-моему застрял. Обычно он там начинает уезжать глубже в стену. Ну да ладно, это не важно. Собак я всех убил. Осталось убить капру. Капра должен быть абсолютно несложным, да, потому что я его могу без проблем заблокировать, потому что у меня очень крутой щит. Собаки, конечно, все еще могут доставить неприятности, но они довольно быстро умирают. Сам капра тоже довольно быстро умирает. Черт. Как ни странно, когда я в самый-самый первый раз проходил Dark Souls, у меня вообще не было никаких проблем с капрой. Вероятно, потому что я играл рыцарем и у меня был хоть какой-то пояс. То есть собаки меня не не станели. Ну, я на нем, конечно, умер пару раз, но наверное, раза с третьего или четвертого я его забил вообще без проблем. И умер я скорее, потому что я не знал, что тут вообще, ну, какой у него муфсет, что он может делать. Я в своем первом прохождении даже на гейпинге умер пару раз. Хотя, конечно, я не только в первом на нем умирал. не умер в первом своем прохождении я, наверное, только на пинвилле, потому что пришел я к нему уже совсем под конец. Так, у меня кончился эстус. Это не очень радует, но с другой стороны я у белка про не умер при этом. И это уже радует. Наоборот. А, блин, точно. Это одна рука. Ну, тоже вариант. Что он дробнул? Щит. Такое мне не нужно. определенно не нужно. Если бы он дробнул какой-нибудь кусок своей брони, я бы еще, может быть, оставил. Здесь душа какая-то вроде бы. Да. Бесполезно, но почему бы и не подобрать. И глубины. Я думаю, попробовать пройти все за один раз не отдыхая у костра. Не знаю, насколько это получится. Возможно, придется жрать человечность, чего мне не очень хотелось бы. Но мне совсем не хочется отсюда выбираться потом. то есть сейчас я могу все пройти, допустим, если у меня получится убить гейпинга и просто использовать кости и оказаться в бурге. Откуда потом выбраться вообще не проблема. Если я здесь буду отдыхать у костра, то мне придется через все это лишний раз проходить на обратном пути. что мне не очень нравится. Пауэрантию спасать особо смысла нет. Пока что, по крайней мере. Если мне когда-нибудь захочется все-таки использовать пауэррой, то я его тогда и спасу, наверное. Окей, собака, по-моему, сагрилась. Ау. Ау. Окей. Я успел это заболочить. На тебе вакстап, парень. Точнее, не парень. Какая разница? Упс. Упс. Стамины проблемы. Ну, в принципе, если я сейчас убью крысу без проблем, что может случиться в зависимости от того, насколько на нее хватит атаки в падении. По-моему, хватило. 1800 урона. Круто. Возможно, мне показалось, но мне показалось, что я нанес 1800 урона. Ну, если я убил крысу, то дальше проблем не должно быть с Ченнелером и потом с Гейпингом вообще никаких проблем никогда нет. Хотя Кирк еще. Кирк это немножко может быть... Хотя нет, он... Насколько я помню, NPC инвейдеры не скейлятся никак вот НГ плюс, то есть он такой же, как и на НГ, то есть я его убью там ударов с двух, наверное. Хотя, может быть, он скейлятся, но в любом случае он не должен быть сложным. Черт, я не убиваю с одного. Наверное, я все-таки сожру человечность перед Гейпингом, если выживу после Кирка и после вот этого вот парня. Ну, не крыса, а вот этого вот парня. Парень, ну, блин. Я хочу заставить его перейти в ближний бой и пройти ко мне поближе. Да, вот. Поближе, а не подальше. Ненависть. окей. Теперь Кирк, потом Гейпинг. вернуться к крысе сначала надо. Здесь все просто. Сначала направо сразу же, потом налево сразу же и потом направо в самом конце. Паучий щит мне не нужен, естественно. Ключ мне тоже не нужен. Я даже не буду здесь открывать этот шорткат, потому что это бесполезно. зато вот эти вот крысы. Ну, я убил двух. И третья, может быть, сейчас убьет меня. Нет. А, она выжила. Черт. Эта крыса как-то очень агрессивно убивает ящики. к чему бы это. Нет, я все-таки сожру человечность сейчас, потому что Кирк у меня вызывает некоторые опасения. Но не буду жрать человечность после Кирка. Да, он инвазится. Да, его можно забэкстабить сразу же. И нет, он все-таки скейлится немножко, видимо, от НГ+, потому что у него определенно не больше тысячи урона на НГ. Ну, да ладно. Что он мне дропнул? Меч. Да. Оставлю пока. Душа с них не скейлится от НГ+, что немножко печалит. Ну, или скейлится но очень слабо. То есть, на НГ Фантомы это один из самых таких хороших источников душ. Скажем, за того же Джеремию дают, по-моему, 30 с чем-то тысяч. Ну, а здесь уже это несколько хуже получается все, потому что за него все еще дают 30 с чем-то там тысяч, но при этом нужно их больше и с обычных врагов падать тоже больше. Привет, рваный крокодил. Редактор субтитров Два, три, и теперь сваливать. Да, четвертый я бы не успел ударить. Ну, точнее, ударить-то я бы успел, но после этого мне было бы нехорошо. Здесь можно четыре. сейчас, может быть, тоже можно четыре. Я зря это сделал. Очень зря. но каким-то образом он меня задамажил всего один раз. Пора отходить. Ура, он решил сделать нормальную вещь и готов. я не знаю, почему я выжил, я не должен был выжить при этом, но мне же лучше. В принципе, довольно унылый босс. Он дамаговый и толстый, но сам по себе очень унылый. Так что, да, ну и, по сути, я теперь могу использовать кость и оказаться в бурге, где мне и нужно быть. Я даже не буду здесь отдыхать, я пойду и открою себе ворота. Потому что ворота открыть стоит. С воротами как-то удобнее все становится в этой части игры. Я ненавижу арбалетчиков. Ворота открыты. И здесь вот уже можно отдохнуть, получить там два уровня, наверное. Я все-таки думаю, жизнь стоит замаксить. Ну, до сорока прокачать. И стоит вернуться к Андре. Хотя, нет, стоит убить вот этого вот парня. Или умереть об него. Одно из двух. Это был плохой перекат, это был тоже не очень хороший перекат. Черт. Он меня обочит. Ну да. Ну и, наверное, на этом все. На сегодня. В следующий раз я уже пойду в Сен. А так, спасибо за просмотр. С вами был Вайми. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.